Здравствуйте, друзья! С вами Олег Радивилов. Мы продолжаем разговоры на историческую тему. В прошлый раз начали говорить о свадебном обряде, и лично я думаю, что мы быстренько с ним разделаемся, но мы целый выпуск только готовились к свадьбе. Собственно, сейчас продолжим говорить с момента выкупа. Кристина Леонидовна, здравствуйте еще раз. Свадьба 100 лет назад как проходила? Продолжаем эту тему. И сейчас жених приехал в дом невесты, выкупил невесту. Что происходит дальше? По обрядам, по традиции. Да, что происходит дальше? Жениха сажают рядом с невестой и начинают им песни петь. Я вот сейчас чуть-чуть только напою. Вот, например, такая песня очень красивая. А что по садику, садику, по зеленую виноградику, ой-ли-вай-ля-ли-вай-лю-ли, по зеленую виноградику, вырастали там две яблонки, две яблонки, две садовые. Ну и так далее. Там величают жениха с невестой. Огромное количество текстов, красивейших, необыкновенных. Вот. И за то, что девки играют теперь эти песни, дружок расплачивается опять деньгами. Бедный человек вообще. Он свидетель на свадьбе, раньше платил за все, я так понимаю, да? Да, дружок. Каждый шаг, каждое движение сопровождалось тем, что дружок, он из своего кармана платил или это деньги жениха? Кто его знает, я думаю, что из своего. Я эту тему не узнавала. Но знаете вообще цель-то, почему так вот происходило? На самом деле вот эти девки, вот эти обыгрышные так называемые девки и бабы, они специально подходили к невесте. Ее обыграть. Для чего? Это их был в некотором смысле профессиональный заработок. То есть если на селе было 4-5 свадеб, то есть они договорились, я иду там Машку обыгрывать, я там иду туда. И они за это пение вот получали вознаграждение, бутылочку. И это для них было очень хорошо, потому что их на свадьбу не приглашали. Они шли как артисты. Да, в некотором смысле, ну если можно так сказать. Они собирали вот этот накопленный, значит, денежный материал и выпить им давали. И они снимали отдельную после того избу и гуляли отдельно. И для них это было... Потом это же праздник на селе. Вот Гагин, это Михалов день, это престольный праздник, три дня празднуют. Вот поэтому девки как можно больше хотели спеть песен и получить за это вознаграждение. Потом они начинали... Сидит сваха, а сваха сидела рядом с женихом. Сваха это крестная. Была такая песня специальная. Да, причем так было. Сидит, значит, чин какой-то, ему перед ним ставят стакан пустой гранью. Чин это вот кто-то там, сваха, теща, тесь. Свадебный чин, да, вот дружок, жених, это все свадебные чины. И вот сваха это свадебный чин. Перед ней ставят стакан и играют ей песню. Как на нашей свахе, как на нашей свахе, дорогое платье, дорогое платье. Коль только бы нашей свахе, только бы нашей свахе. При городе жить, жить, при городе жить, жить. И так далее. Песня длитная. Значит, ей спели, она опять кладет денежки. Потом стоит тут, ну, народ понабьется двадцать раз. Задача этих девок, которые поют, собрать максимум денег со всех гостей. С каждого чина. Да, 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 да. И вот именно самое большое количество песен, с песенного материала звучит именно в доме у невесты. Но это не во всех селах так было. Вот в других селах на свадебном Перу стояли также девки отдельно, обыгрышные, которых не сажали за стол. Да, они были еще и незамужние в основном, потому что сажали за стол, только замужних, нормальных уже людей, уважаемых людей. То есть не приглашали незамужних на свадьбу? Ну, да, в основном сидели вот такие, муж с женой, муж с женой, там, их специально увеличали специальными песнями, на заказ это делалось. А вот в Гаген, они именно, девки такие шустрые были, что они всталились, как я поняла, старались вот тут вот все-все сразу петь, денежки собрать, бутылочку взять и пошли себе гулять. И по-своему у них там своя свадьба. Да, и своя свадьба. Вот, тут они дальше начинают... Стоит мужик, например, приехал какой-то, как они говорят, богатый. Они поют. А кто... Нет, сейчас... Нет, холостой стоял. А кто у нас холос ходит, а кто у нас холос ходит, ля-ли-ля-ли, холос ходит, ля-ли-ля-ли, холос ходит. А кто у нас не женат, а кто у нас не женат, ля-ли-ля-ли, не женат, ля-ли-ля-ли, не женат. То есть холостому играли, богатым, обязательно, все-все-все. Короче, пока они все наиграются, потом уже дружок стоит и говорит, Так, девки, хорош песни играть, а то мы опоздаем к Венцу. Церковь закроется, ну какое-то время церковь была, потом церковь закрыли, кроспись, ехали в сельсовет. В сельсовет, да. Но сейчас вот опять уже церковь там работает, то есть, может быть, тоже уже венчают. Но сейчас просто вымирающее село, к сожалению, стало, там почти никого нет. Вот, и они едут, значит, расписываться, либо расписываться, либо к Венцу. От Венца, а, вот тут самое интересное еще, когда они только сажаются в лошадь, с ними уже гармонист, и по селу едут с ними рядом подруги, поют страдания с гармошкой, и их тут сразу тормозят. Кто тормозит? Да, опять есть такие глядешки, люди, через дорогу веревку перекидывают. А, это сейчас есть такое? Перекрыть дорогу, в деревнях, в городе такое бывает. Да, вот это было, тоже это все с покон веку идет, вот какие-то вещи, они остаются, какие-то забываются. Вот, перекрывают дорогу, ну, понятно, опять нужно, дружок выходит, расплачивается со всеми, бутылка, там, выпить, закусить, или что там, деньги какие-то дают. И, наконец-то, они попадают, куда им надо, к Венцу. От Венца они приезжают в дом к жениху, их встречают. То есть, по традиции, после, там, ЗАГСа или церкви едут в дом жениха. В дом жениха, да. Но это опять не в каждом селе. Есть село, где, тоже в Вешаловке, например, первый день играют у невесты. Такая тоже есть традиция, и они только к вечеру переходят ночевать уже к жениху. Вот, ну, чаще всего, вот, все-таки бывает, как по правилам, к мужу, в дом к мужу едут, встречают с хлебом обязательно. Вот каравай, он сейчас тоже есть. Да, каравай, да, это тоже все было. Икона обязательно, мать стоит с иконой, отец с хлебом. Лославляют молодых, глядешки посыпают овсом, как они в деревне говорят, брызгают овсом, брызгают овсом. Ну, опять, для чего? Овес это для лошади, ведь, такое, культура, которая что приносит? Приплод, здоровье, то есть, обязательно это все связано с благополучием. Вот, и молодых заводят в дом. Чуть-чуть они там посидят, буквально их немножко покормят. Фуршет. Небольшой, да, еще. И что самое интересное, дальше молодые выходят, садятся на лошадь и едут по всему селу позывать гостей на свадьбу. Я говорю, а зачем они едут позывать гостей на свадьбу? Что нельзя было просто пригласить, сказать, что, ну, понятно, свадьба. А то есть это уже день свадьбы? Они уже пришли из церкви, из ЗАГСа? Да, вот я говорю, их заводят только за стол, посидеть там, чуть-чуть их покормить. И они сразу же выходят, садятся. Ну, если, говорит, кто-то близко живет, они могут пешком дойти. Но если подальше, нужно проехать. Вот только жених с невестой и дружок. Дружок, он как кучер выступает еще. Едут по всему селу, и в каждый дом, кого они там считают нужным пригласить, заходит обязательно жених с невестой, говорят, ну, там, Василий Петрович, Марька Узменична, мы вас приглашаем на нашу свадьбу. Вот, то есть люди знают, что, так сказать, свадьба. Сходить лично надо. Ну, это просто, да, обязательно. Вот такая вот обязательная манера в селе Гагина. После этого народ собирается на свадьбу. И когда я спрашиваю, а что вот на свадьбе-то вообще едят, что поют? То есть уже вот, ну, банкет, все, мы подошли к банкету. В шесть вечера в доме у жениха собирается вот этот народ, который приглашен на свадьбу. Вот, ну, избы-то маленькие были, то есть там просто, ну, как вы там садились-то? Ну, и как делали? То есть кто со стороны невесты, в первую очередь их сажали за стол со стороны жениха, если мест не хватало, они где-то там в сторонке стояли. Вот. Спрашиваю, а что же на стол-то подавалось? Какая еда? Да, ведь обычно бывают специальные блюда. Выяснилось, что в этом селе первое блюдо, которое подавалось на стол, это молочный кисель. Блинцы, блинцы, оладьи. То есть это чисто поминальный стол. Это нормально, потому что, ну, любое... То есть на поменке ели то же самое, что и в начале свадьбы. Да, да, в начале свадьбы. Ну, потому что, я об этом не сказала, еще жених и невеста, они в период пороговой фазы, то есть переходной, они когда уже не холостые, но еще и не женатые. То есть, ну, сейчас-то они уже женатые, но, в принципе, они еще находятся в зоне того, что они умерли как? Они умерли как? Молодые, да, холостые. И еще не родились как? Ну, потому что не было брачной ночи, извините, там, так далее, и так далее. И этот поминальный стол, он как раз и говорит. Точно так же, как и дерево-елка, вот, о котором я вам рассказывала. Я у своего сына с Ваней спрашиваю, говорю, вот, Ваня, вот, знаешь, вот на свадьбе в деревне, в крестьянской семье, вот, почему вот елка является символом невесты? Он тоже долго думал, да я, говорит, не пойму. Оказывается, елка – это мертвое дерево в понятии наших предков. Ну, это как гроб везли, и сзади могли… Бросать эти веточки. Веточки сейчас бросают, до этого могли привязать целое дерево и заметать следы за, собственно, за покойником, чтобы он дорогу домой не нашел. Да. Здесь такая же история. Ну, здесь елка – олицетворение невесты. А елка, почему мертвое дерево? Потому что она зимой и летом одним цветом. Она не сбрасывается, то есть она не умирает и не возрождается. Не умирает и не возрождается. То есть она, по сути, мертвое дерево. И поэтому стол поминальный. Молочный кисель, причем такой кисель, который надо резать. Его варят так, что он не льется, а резать. Блинцы, оладьи. Ну, потом начинают спрашивать, ну, а еще-то что подавали? Ну, потом какое-нибудь мясо подадут. Ну, больше всего мне понравилось. А под конец, говорит, подают куриное мясо. И почему, оказывается, под конец? Ну, вообще, курятина с такой специальной песенкой. Курица рябая, по нашестили тая, а за ней петушок загнал курку в клевушок, начал курку щекотать, а курочка грохотать. Ну, такой эротический уже, как бы, подтекст и смысл. Почему? Потому что вечер, сейчас молодых нужно отправлять спать на первую брачную ночь. И вот такие вот образы. И уже начинаются намеки. Да, намеки, образы такие, петушки, курочки. Вот, и курятину выносят под конец. Когда я начала спрашивать, почему под конец курятину-то выносят? Да, говорит, что ж ты думаешь, мы вначале ее поставим, все поедят, надо, чтобы они наелись блинами? То есть экономический фактор. Я понял, сначала надо насытиться, набить желудок, а потом уже вкусный подают. А потом под конец уже курочку подадут, да. Вот это интересно у них очень. Когда я спрашиваю, а что же вы поете тут на свадьбах? А уже тут обрядовые песни мы не поем. Старинные песни поем. Ву-субботу, там еще какие-то страдания поют. Русского пляшут, значит, ну это как частушки веселые такие. Вот. И вот так вот проходила свадьба. Ну и под конец, когда гости, значит, все. До скольки гуляли раньше свадьбу? Ну, такого я не могу сказать. В шесть они где-то начинали, ну, может, часов до десяти, наверное. Ну, то есть не круглыми сутками, два дня, вот как. Потом на следующий день там целая история. Это второй день был, да? Будет второй день. Второй день вообще очень интересный. Что же... А есть какие-то обряды, подождите, сейчас на второй день перейдем, с брачной ночью? Никаких какие-то... С брачной ночью, вот, конечно, они, как вам сказать, вообще есть села, есть села, где была такая традиция освидетельствования молодой, да? Ну, то есть показывают простынь, вот. Например... Что она до этого была невинная. Да. Ну, что там должно быть пятно красное, кровь, вот. Это такие села тоже есть. Это обычно вот барские села, где крепостные были крестьяне. Там вообще существовало даже в Тербунском районе страшные вещи, конечно, рассказывали мне. Право первой ночи у барина было. Это просто, ну, страшные вещи, конечно, для меня лично. Ну, все это они переживали, проживали, рассказывали, передавали из уст в уста. Конечно, уже в 20 веке этого ж не было. Вот. Но проблема вот эта освидетельствование молодой во многих селах рассказывали мне о том, что... Ну, вот, в частности, в Гагино этого не было. Они говорят, у нас такого не было. Поэтому проблем... Ну, часто ходили грели постель, ну, там, сваха, когда живет хорошо с мужем, перед тем, как отправить молодых спать, надо погреть постель. Ну, вот они идут, погреют постель, значит, ну, потом уходят и, значит, ложатся молодые. Слышал я, что нужно свекров на тачке катать и в грязь ее бросить. Вы знаете, я в Липецке не знаю, но это, по-моему, где-то на Украине я такое слышала. Украинские какие-то такие мотивы я слышала. А вот в липецких селах такого я не встречала, чтобы нужно на тачке катать и в грязь бросить. И нет. Вот. Очень интересный второй день. Опять, то, чего сейчас, видимо, вообще нет. Первое, это что, приходили к молодых будить, горшки надбить. Ну, просто приходят, колят там любую посуду. Ну, посуду, можно так сказать, бить. Это символ чего? Ну, с одной стороны, да, разбудить, а самое главное, показывает то, что разбита молодая. Все, она стала женщиной. Это прям конкретный такой образ битой посуды, связанный с потерей невинности у молодой девушки. Вот. Дальше она должна замести эту посуду. Тут уже на ней начинают, значит, изгаляться. В каком смысле? Ну, покажи, как ты хорошо. Умеешь ли ты мести? Там деньги могут рассыпать. Она тоже все это должна подмести. Потом дальше говорят, ну, теперь сходи за водой, нам умываться надо всем, всему семейству. Отправляют ее за водой. Особенно молодая, которая ничего не знает, там тоже над ней козни творят. То есть она идет с двумя ведрами к колодцу. Там сидят какие-то женщины. Ну, не какие-то местные, естественно, женщины. Знаешь, что сейчас, о, Машку сейчас за водой пошлют. Всем там выпить хочется. Они, значит, ведра не отнимают, она что-то такое не понимает. Вот. На улицах мороз уже, 22-е теперь ноября. Ну, и там говорят, иди там, это, жениху, выручай свою невесту, а то она там замерзнет. Тоже берет закуску, это выпить. Конечно, второй день, та же самая история, что и на первой. Да, да, всем хочется как-то вот присоединиться, видимо, к свадьбе, к радости, которую молодые тут испытывают. Вот. И самый важный момент, что здесь происходит, здесь происходит смена головного убора во второй день в селе Гагина. Вот если в наше время уже ни о каких проблемах не говорят, с волосом, сейчас все девушки у нас ходят, мало того, что не покрыты, просто с распущенными волосами, это считается нормой. То раньше коса была у девушки одна, но когда она выходила замуж, на следующий день обязательно нужно было перевить ее на две косы. Этим занималась специально сваха, крестная ее мать, она специально приходила, переплетала ее на две косы. Вот отсюда они плелись, вот таким образом укладывались, и назывался, и надевался повойник. Это белая такая шапочка в виде тибетейки. Вот здесь вот завязывается на бантик, и сверху покрывается платок. Все, она наконец-то стала уже настоящей молодой женщиной. Я думал, никогда мы не дойдем до этой точки, когда наконец-то она стала женой и женщиной. Друзья, у нас время подходит к концу. Вот так вот, очень коротко, да, мы рассказали о свадебном обряде, хотя я уверен, что мы рассказали абсолютно не все, так что обязательно продолжим. Всего вам самого хорошего. Это был Олег Радиилов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok